Здравствуйте, меня зовут Эдуард Петер. Я обращаюсь сегодня к российским немцам, проживающим в Германии. И очень надеюсь, что ваши мозги не промыты путинской пропагандой. И если вы смотрели, кроме первого канала, что-то, вам должно быть ясно, что идет трагедия в Украине, идет война с массой погибших гражданских жителей, погибших и своей стороной молодых ребят. И поэтому я решил не молчать. И сегодня я выражу свое отношение через мой канал. Да, я понимаю, что многое я не могу сделать. Но вы знаете, своим молчанием даже здесь я поддерживаю Россию. И чтобы не возрастала ненависть ко всему русскому, к русскому языку, которому вы тоже пользуетесь среди своих друзей, знакомых, родственников, чтобы он не вызывал такое же отношение, как немецкий язык после войны и далее вызывал у русского народа омерзение. Посему я решил, во-первых, немножко помочь. Из своей небольшой пенсии я выделил 50 евро на помощь гуманитарную. А сегодня я был так, чуть не сказал, удручен. Я был возмущен, я был возмущен, я был страшно, во мне кипело все. Проводили этот опрос русских женщин и по поводу войны в Украине и как они относятся к этим жертвам. Больше всего меня добила мамочка, которая сказала, ну, война есть война, должны быть жертвы, это понятно. Ни слова осуждения, это было из десяти человек семеро. Я понял, надо что-то делать. Я в этом состоянии, как бы вот такого вот ярости и ненависти к таким высказываниям, я быстренько набросал плакат на немецком, так названном и торопился, что накорякал кое-как, даже с ошибками, и пошел с этим плакатом в наш маленький город, в центр. Рекс, ну хоть сейчас-то мне дай поговорить. Развернул его, ходил по улицам, потом попросил одного из пожилых, вообще молодые отказывались, они говорили, что мысленно мы с тобой в душе, как бы, да, но снимать мы ничего не будем. Я сказал, трусы мне, пошел к старику, взял в руки камеру и снял то, о чем я сегодня хочу вам, видео, которое я сейчас вам покажу. Я был настолько поражен не только путинской пропагандой, но и те сволочи, понятно. Я был сражен тем отношением русских граждан, которые поддерживают, понимаете. Хуже войны только те люди, которые ее поддерживают. И я сегодня решил совершить акт вандализма. Я сжег свой российский паспорт. И вы это сейчас увидите. Я отключу в этом видео монетизацию, потому что это подло. Если будут видео, это YouTube подключает, не спрашивая меня. И отключу комментирование, потому что я понимаю, что те же 60% и боты придут сюда и начнут меня накучивать. Чтобы этого не происходило, просто я по лайкам буду знать ваше мнение. Хорошо? Ну что ж, хотел сказать всего доброго, но добра не будет, пока не закончится эта катастрофа. Так что я скажу сейчас по-другому. Я скажу. Слава Украине! Героям слава! А русский корабль, иди нахуй! Героям слава! Ах, это да. Окей, сейчас прячется. Окей, работает. Привет, друзья. Меня зовут Эдуард Вечер. И я сегодня вышел на площадь нашего маленького-маленького городка для того, чтобы показать, что российские немцы, они против войны, и для них точно так же Путин является убийцей. Смотрите. Я призываю всех российских немцев поддержать меня. Не сидите по домам, не прячьтесь. Вы молчите, вы тоже тогда считаетесь ответственным за эту войну. Слава Украине! Героям слава!